Интересно, что в это же время Восточная Европа и Запад возникают еще несколько движений, выходящих из Восточной и Западной Церкви, подобно Павликанам, о которых мы говорили, и их называют преемниками Павликан. Одно из этих движений называется Богомилы. Началось оно в Болгарии и основателем считается православный священник Богомил, который отлучен от официальной церкви, во-первых, за порицание церкви, во-вторых, за то, что стремясь к первохристианству, он отошел от многих канонов церкви, стал жить, вернее, прошу прощения, иным образом. И то, что касается, еще раз, внешнего образа жизни, вот эти вот движения, они на самом деле очень близки были к евангельскому христианству. Но то, что касается учения, к сожалению, в их учении присутствовал гностицизм. И в этом-то и были основные проблемы. Богомилы были пацифистами, порицали любой вид войны, отрицали всякое кровопролитие, объявляли это богомерзким делом. Интересно, что все вот такие евангельские гностики, что ли, как павликане, так и богомилы, они отрицали, отвергали Ветхий Завет и свое учение строили только на некоторых книгах Нового Завета. И то не на всех. Из-за этого порой впадали в крайности и ересь. Следующим движением, которое пришло вслед за богомилов, было движение катаров. Было движение катаров. Катар от греческого слова чистый. И катары переводились как чистые. Катар чистый. Да? Ясно. Но они, наверное, этого не знали, поэтому так назвались. Катар чистый. С греческого. Они были похожи также на павликан и богомилов и в своем учении, и в своем поведении. Они отвергали все церковные обряды, иконопочитания, богослужения. Богослужение состояло только из течения Евангелия на родном языке, понятном для верующих. Они отвергали все соборы, даже которые были правильными. Считали есть мясо грехом смертным. Стремились к чистоте, молились своими словами. Соборы? А мы же разбирали. Никейские символы веры всевозможные, где разбирались. И, конечно же, католическая церковь стремилась задушить эти течения. Известны войны с катарами в истории. Сейчас скажу. На юге Франции был город Альби. И этот город Альби был охвачен учением катар. Их стали называть там альбегойцы. Даже знатные жители города, некоторые священники становились приверженцами этого течения. И это время известно под названием Альбегойские войны. Это время известно под названием Альбегойские войны, которые длились 20 лет. Возглавлял их папа Иннокентий III. И был объявлен крестовый поход против альбегойцев. Конечно же, со временем они были уничтожены. Их сжигали, казнили. Есть еще одно течение, которое ближе всех из этих всех движений к евангельских христианам. Это вальденцы. В Европе также возникло в католицизме движение вальденцев. Названия свои они берут от имени основателя. Богатый лионский купец. Его звали Петр Вальда. Петр Вальда. Читая Писание, читая Евангелие, он обращается к Богу, раздает все свое имение и отправляется на проповедь чистого Евангелия. Вальденцев можно сравнить, знаете, с гедеоновыми братьями сегодняшними. Знаете, ну сейчас уже не так активна эта группа. Но это организация межцерковных людей, которые просто распространяют новые заветы и проповедуют Евангелие. Не идут дальше. Они не развивают какие-либо учения. Они чисто проповедуют момент Евангелия и раздают новые заветы, делают доступными для людей. Что было характерно для вальденцев, они тоже не строили какого-то особого учения. Они не хотели делать церковь в церкви или уходить из католической церкви. Они просто проповедовали Евангелие. Стали встречаться по домам, читать Писание, молиться, распространять Новый Завет, переводить его на доступные для людей языки их. У них было несколько своих переводов. И у них не было таких заблуждений, которые были у Богомилов, Павликан и Катаров. То есть они до этого не дошли. И даже церкви они поначалу не отрицали. Много имели от первохристианства. Единственное, что они критиковали, они критиковали роскошество в церкви. Они критиковали... Они не столько христиан критиковали, сколько определенные пороки. И даже в их, может быть, жизни критики было меньше, чем в жизни Катара, альбегойцев. Больше что они хотели делать? Проповедовать Евангелие. Но тем не менее, несмотря на их кротость, любовь, чистоту в жизни, все-таки руководство Католической Церкви против них ополчилось в конце концов. Они были гонимы. Многие из них были казнены. Их переводы и писания сжигались. Они покинули Францию, переселились в Италию. Когда началась реформация, многие из них присоединились к протестантским церквям. До сих пор есть небольшие общины в Италии, которые до сих пор называются вальденсами и исповедуют такой образ жизни. Около 20 тысяч членов, по-моему, эта община на сегодняшний день насчитывает. Хорошо. Пойдем дальше. И чем еще известно это время? В это время возникает 13 век. В это время в католицизме среди монашества возникает то, что в истории называют нищенствующими орденами. Возникло это как протест на действительно роскошество, которое царило тогда в католической церкви. Безмерное роскошество. Знаете, это смотрелось убого. Почему? Потому что уровень жизни был достаточно низким. На улице были коллеги, попрошайки, прокаженные, беднота. И когда посмотреть на образ жизни церкви, на то роскошество, которое царило там, и читать Евангелие при этом, невольно возникают вопросы. И нищенствующие ордена, они даже открыто выступали против обогащения церкви. Боролись с этим. В то время, знаете, какой самый насущный богословский спор был в церкви? Был ли у Иисуса кошелек? Да, серьезно. Это обсуждалось на кафедрах. Это был момент, что-что? Ящик был, не кошелек. И денег много, достаточно. Ну, слава Богу, для того, чтобы проводить свое служение. Интересно, такой момент, одним из самых известных основателей несуществующих орденов был Франциск Осиский, известная личность. И как бы забегая вперед, я скажу, у него один раз состоялся разговор с папой. Когда папа его вызвал, пытаясь убедить, говорил, ну послушай, он вспомнил момент, когда, помните, Петр сказал неходящему человеку, золото, серебра не имею. Он говорит, послушай, ну легче проповедовать типа с финансами. Посмотри, сегодня церковь не может сказать, золото, серебра не имею. А Франциск Осиский сказал, но она зато сегодня не может сказать, во имя Иисуса Христа встань, ходи. И как бы каждый остался при своем мнении. Он вышел из богатой семьи. Давайте о нем и поговорим. Франциск Осиский. Годы жизни. 1182-1226. 1182-1226. Он основатель ордена францисканцев, или еще их называют минориты, или что значит меньшие братья. Минор, как бы в минус, да? Минориты, меньшие братья. Францисканцы. Он родился в богатой семье купца, который торговал сукном по всей Италии, Европе, Азии. И у него была сумасшедшая юность. Гулял, пил, тратил деньги, конечно, куча друзей вокруг. То есть такой он буйную молодость достаточно провел. И тяжело заболел вдруг, по весу был, да. Тяжело заболел. В 1226-й. Тяжело заболел. Через эту болезнь он стал задумываться о Боге и обратился ко Христу. Услышал проповедь о том, как Христос посылал 12 апостолов на проповедь. Отнес это к себе и решил благовествовать проповедовать Евангелие. Хотя, казалось бы, в то время считалось, что страна уже католическая. И смысла в проповеди Евангелия нет. То есть католичество стало государственной религией. Все, кто рождались и тут же окунались в воду, уже считались правоверными католиками, скажем так. И наследовали небеса через церковь. Казалось бы, не было смысла, но ему было открыто, что смысл есть. В своем служении он много времени уделял служению бедным, больным и прокаженным. Люди носили колокольчики, ходили дзын-дзылин, и все удалялись от них. Он даже ел с одной миски с прокаженным. Но вообще, на самом деле, проказа не передается так, как себе тогда рисовали. Это нужно иметь глубокие порезы через кровь каким-то образом. Ну, при таком общении оно не передастся. То есть это больше, как вот, никто не знает, многие боятся, как ВИЧ передается, не знаю, да? Ну, так же ВИЧ, он не передается ни через... Вы можете пользоваться одним туалетом, одной душевой кабиной, в одном спортзале быть. Даже не зарегистрировано ни одного случая заболевания СПИДа через поцелуй. Только через кровь, наркотики, связь сексуальная и так далее. А так, ни через комара, ни через что. Проказа тоже не так уж страшна, как ее молюют, но в то время не было известно, все боялись. А он даже ел с прокаженными с одной тарелки. Вокруг него собралось несколько его друзей-единомышленников. И он дал правило наставлений Священного Писания, как устав, да, вот этому движению. И оно было одобрено Иннокентием Третьим, вот этим папой, который боролся с альбигойцами. С одной стороны, он понимал, что этого не избежать. И поэтому хотя бы в католицизме под руководством Папы Римского стал разрешать вот такие движения и такие ордена. Также кружок Франциска Азийского, они ставили перед собой задачу проповедь среди мусульман. И также говорят, что Франциск Азийский отправлялся в Египет, проповедовал там султану, был отпущен, его никто не тронул, не казнил. Султан был удивлен, он никого не обратил в христианство, но тем не менее. Конечно, Франциск Азийский интересная фигура. С одной стороны, он был человеком, на самом деле, посвященным, простым людям, бедным людям. Он ухаживал за больными, мало того, молился за больных, больные исцелялись, такие случаи известны. Но также он был человеком достаточно странноватым. Он мог проповедовать птичкам, он проповедовал волку. И вроде бы есть такое поверье в церкви католической, что какой-то волк повадился, по-моему, овец таскать в селение. Или волк-людоед, я уже деталей не помню. Он ему проповедовал, и волк больше не приходил, из чего решили, что волк покаялся. То есть, конечно, его служение связано с определенными странностями, которые бывают в служении людей, которые очень подвержены мистицизму, скажем так. А Франциск Азинский один из тех, кто был подвержен очень весьма мистицизму. И они провозглашали, конечно, крайнюю бедность, крайнюю нищету. Даже поднять монету было грехом. Был случай, когда один брат в церкви, францисканец, увидел монету и просто поднял ее, положил на подоконник. За что был наказан? Он должен был ртом взять эту монету, положить ее в кучу навоза. И после этого еще какое-то там нес определенное наказание. Так что вот такие вот вещи все-таки происходили. В конечном итоге, конечно, когда Франциско Азинского не стало, орден перешел под влияние Папы Римского. И сегодня он не такой, как во времена Франциско Азинского. Но, тем не менее, он существует и сейчас. Хорошо. Еще один из известных орденов. Это орден доминиканцев. Возник в 1220 году. Орден доминиканцев. 1220 год. Орден доминиканцев. 1220 год. Своё название получил от имени основателя. Испанец был. И звали его Доминик. Звали его Доминик. Тоже родился в 1170 году. Родился в 1170 году в богатой аристократической семье. Все они, слушайте, вот такие подвижники. В каких-то таких семьях достаточно небедных рождались. В 1170 году. Да, сумели оценить суетность, наверное, это все. Самое интересное, что даже когда изучаем индуизм, там вот эти вот подвижники, там Нанак был такой один основатель движения сикхов. Потом этот Сиддхарха Гаутама. Они все тоже рождались в богатых семьях, потом оставляли все, шли, проводили такой нищий образ жизни. Хорошо, что еще можно сказать? Одна из целей Ордена Доминиканцев была проповедь и переубеждение еретиков и возвращение их в католическую церковь. Вот с такими подвижками именно из Ордена Доминиканцев и вышла потом инквизиция. Мы об этом чуть-чуть немножко поговорим. Мы говорили о инквизиции как о расследовании в ранних веках, но вот та инквизиция, о которой мы слышали и знаем, вот горько наслышана, она вышла из Ордена Доминиканцев. Проповедь отступникам, еретикам, которых они считали еретиками. И, конечно же, я думаю, что это проповедью не ограничилось. Потом были и пытки при попытке вернуть в лоно и так далее. Менее известные ордены, но также существующие, это более-менее известные из остальных, это Орден Кармелитов и Августинцев. Кармелиты и Августинцы. А мы о них не будем говорить, просто упомянем. Кармелиты и Августинцы. В это же время, знаете, как католическая церковь в своей жизни пришла к определенному пределу уже. Как бы есть моменты, когда какие-то идеи себя изживают. Были идеи крестовых походов, они себя изжили. Но церковь не может жить без идеи, как и любой человек. Нужно было что-то новое. И в это время появляются в западной католической церкви два основных течения внутри церкви. Это схоласты и мистики. Это схоласты и мистики. Схоласты обращаются прежде всего к разуму человека, а мистика к его сердцу, к его духу. Схоласты и мистики. Схоласты и мистики. Два основных течения. Схоласты и мистики. Можете написать так. Схоластика – это научно-богословское течение Средневековья. Схоластика – это научно-богословское течение Средневековья. Девиз схоластики – понять то, во что веришь. Учение. Да, это учение. Научно-богословское течение или учение в Средневековье. Ее девиз – понять то, во что веришь. Понять то, во что веришь. Все пропускалось через разум, естественно. Есть несколько известных схоластов в истории церкви. Одного звали Пьер Абеляр. Пьер Абеляр. Француз. Он пытался объединить веру с разумом и веру с наукой. Пьер Абеляр. Пьер Абеляр. У него было множество учеников, но у него были и враги в церкви. И однажды даже его, скажем так, враги, его оппоненты его, извините, кастрировали, оскопили. У него была любовь к одной женщине, которая в конце стала монашкой, и он был сослан в монастырь. В конечном итоге церковь осудила его учения, его труды были сожжены, но он не был казнен. Он был сослан в монастырь и до конца жизни провел в монастыре. Другой известный схоласт – это Фома Аквинский. Наверное, о нем больше слышали. Фома Аквинский. Годы жизни – 1225-й, 1247-й, 1225-й, 1247-й. Фома Аквинский пытался примирить христианскую догматику, христианскую веру с древними философиями, особенно с философией Аристотеля. А что я сказал? 1225-й, 1274-й. Я извиняюсь. Вы меня поправляйте, я иногда могу что-то перепутать. Хорошо? Нет, 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 74-й. Хотел примирить христианскую догматику, христианскую веру, да? В общем, вкратце, если, и в зерно смотреть, с философией Аристотеля. Да, с философией Аристотеля. Вообще, с философиями средних веков, древности, но в частности с философией Аристотеля, который ему очень нравился. Он становится естествознателем, вникает в области природы, знания, собирает все-все, что когда-либо кем-то было сказано о Боге. Все, что ему встречается. В результате он создает такой необычный богословский труд. Он называется «Сумма всего богословия». Пишет «Сумма всего богословия». И называет богословие святой наукой. Не знаю. Допустим, он говорит об этом в труде следующее. Святая наука прибегает к помощи человеческого разума. Правда, не для того, чтобы доказать веру, а для того, чтобы более уяснить все, что мы имеем в христианском учении. Благодать не упраздняет природы человека, но делает ее более совершенной. Поэтому естественный разум должен служить вере. И по этой причине святая наука богословия прибегает к помощи философов там, где они путем человеческого разума открывали те или иные истины. То есть, по сути, он говорит, что и философы были движимы в чем-то Богом. Когда Бог дал разум, ну и пытается примирить, их оправдать и примирить веру с разумом. На самом деле, скажем так, конечно, когда Павел говорит, что мы безумны Христа ради, он имеет в виду определенные вещи, правда же? Он не имеет в виду, чтобы мы не пользовались своим разумом как инструментом, верно? Потому что в христианстве бывают крайности. От такого христианства разума, которое привело потом к веку модернизма и либеральной теологии, когда сверхъестественные вещи вообще отрицались, и все, что непонятно разуму, нельзя объяснить, а разумом считалось неприемлемым. Хотя сегодня все знают, что наш разум... На сколько процентов-то всего работает? Три-четыре. Так как же с этим вот понять? Мы жизнь нашу постить не можем, да? Мы не можем там порой в семье разобраться, в каких-то человеческих отношениях, а хотим, как бы претендуем на то, что мы можем все о понятии объяснить. Это невозможно, конечно же. Есть другая охранность, когда люди говорят, мы отвергаем полностью разум, мы вообще разумом не руководствуемся, мы пользуемся только духом. Но знаете, разум дам анализировать какие-то вещи, да? Когда Павел говорит, что чтобы испытывали пророчество, проверяли пророчество, он как раз подводит вот баланс между этими двумя вещами. Первое, у тебя, конечно, дан дух, чтобы общаться с Богом через него, говорить людям, духом, и проповедь в духе, да, она обладает определенной силой, конечно же, служения в духе. Но с другой стороны, тебе дан разум, чтобы сопоставлять со священным писанием и плевелые от здравых зерен отметать. Аминь? Поэтому, освященное Богом, нам необходимо и то, и другое, и мы должны двигаться, использовать в своем служении и то, и другое. Аминь? Слава Богу. Хорошо. Потому что это такая, скажем так, техника даже восточных медитаций, когда люди как бы отказываются от разума, и просто принимают как бы духовную силу, духовное такое размышление, и одержимость просто получают. Хорошо. И также мы поговорим о втором течении. С холастикой понятно вкратце, что это такое, да? Второе течение – это мистика, мистики. И первый мистик, мы о нем уже упоминали, да, это католический святой Бернард Клервозский, Клервозский, который спровоцировал один из крестовых походов. Такое название у него, Клервозский, от монастыря Клерво во Франции. Бернард Клервозский. 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 Он из монастыря Клерво, который был в глухой безлюдной долине. Интересно, что монахи этого монастыря не стремились к учености, а наоборот, многие были безграмотные и даже этим, скажем так, хвалились. В центре послушания этого монастыря были в хорошем смысле медитации или размышления о страданиях Христа. Молитвы. Они ежедневно погружались в долгие такие, в часы созерцания распятого Христа. И их высшей целью было соединение со страдающимся, со страдающим Христом. И это является, конечно, вот такие размышления, медитация в смысле размышления, молитва, да, не в смысле медитация, как восточная техника. В английском медитейшн – это и есть размышления. Да. Ага. Мистика что? Да. Что ты имеешь в виду? Я не понимаю вопроса просто. Что ты имеешь в виду? В чем мистика основа? А, в чем выражалась мистика? Мистика в духовном единении со Христом. В духовных переживаниях. Вот в этих вот молитвах, пребывания в Божьем присутствии. То, что и мы сегодня, ну, практикуем в своей жизни. Это нормальная, здоровая мистика, смотря, что ты делаешь целью своей медитации. Причем не обязательно, вот в христианской медитации не обязательно, чтобы разум отсутствовал. Наоборот, размышления. Давид говорит, я медитирую в псалмах, я размышляю о тебе на ложе своем. Я думаю о тебе. И они представляли себе Христа, там, распятого, страдающего, не страдающего. Это уже другой вопрос. Тогда как в восточных технологиях при мистике разум должен быть абсолютно свободен, без мыслей, без никаких, без чувств, без переживаний. И это пустое, незанятое место может быть занято другими духовными сущностями. Мы же, наоборот, сосредотачиваемся на Господе. Он наш источник. А я скажу вообще. Божье и бесовское внешне в каких-то вещах могут быть похожи. Хотим мы или нет. Почему? Мартин Лютер назвал дьявола обезьяной Божьей, который ничего не может придумать, но только все извращает. Бог придумал брак, дьявол извратил его, придумал извращенный секс. Бог придумал музыку, дьявол извратил это, поставил на служение. Все, что угодно, мы что не возьмем, дьявол все может извращать. Бог дал дары церкви, у дьявола тоже есть сослужители со сверхъестественными дарами, которые говорят на иных языках, которые исцеляют больных, которые прорицают, предвидя будущее какое-то некоторое. Но что является источником? Нашим источником, когда ты знаешь абсолютно согласно Писанию, кто является твоим источником. Ты правильно думаешь, правильно мысльешь, правильно учишь. Дьяволу не останется места. И не давайте место дьяволу. Это не только к гневу относится. Это вообще универсальный принцип. В наших силах не давать место дьяволу. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Аминь. Слава Богу. Хорошо, идем дальше. И, конечно же, в мистицизме есть несколько сторон. Первое, конечно, это переживание Бога. И в связи с этим определенно очищение или освящение. И были мистики, которые вели действительно святой образ жизни. И переносили какие-то страдания, невзгоды. Гораздо легче. Они не были подвержены алчности, гордости. Почему? Постоянно переживая Христа, они отображались в тот же образ. И были примером для людей. Сто процентов. Но другая сторона мистики. Знаете, это может быть... Помните, когда Дух Святой сошел в горницы на апостолов? Что сделали потом апостолы? Пошли проповедовать Иоанна. Вышли в мир и несли этот огонь Божий в мир. В чем вообще состоит задача священника даже Ветхого Завета? Он представляет народ перед Богом. И Бога перед народом. Правда же? То есть, тут то же самое. Когда, помните, Петр говорит, как здесь классно, может поставим кущу и останемся? Иисус говорит, не, не, надо обратно к людям в равнину спускаться. И здесь то же самое. Есть искушение остаться вот в этой запертой комнате и то благо, что ты получаешь не нести людям. И тогда ты начнешь заквашиваться. И вот это происходило с восточными монахами, которые впадали в непонятные крайности. Хотя вроде бы молились, хотя вроде бы пребывали в Божьем присутствии, а служили совсем негативным примером, наоборот. И, конечно же, то есть мистическое отношение с Богом, оно не должно... Нас называют сегодня как бы неомистиками, сравнивая с теми. Новое мистическое движение. Имея в виду личные переживания Бога, имея в виду то, что мы верим в сверхъестественные вещи от Него. Но главное, чтобы христианство мистического направления не стало просто мечтательным, созерцательным и бездейственным. Это тоже одна из проблем этого. Не, ну то пусть считает, не вопрос. Конечно, будут считать, что же делать. Пусть их Бог благословит. Нас это не должно вообще как-то напрягать. Хорошо. Что еще? И еще один известный уже, то первый мистик, скажем так, да, один из первых мистиков, известный мистик того времени, это Экхард. У меня, думаю, есть одна из его книг. Экхард. 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 Он основал движение Божьих друзей. У меня есть год смерти. Он умер в 1327 году. В 1327 году. Основал движение... Он сам был монахом. Он основал движение Божьих друзей. Собирал такие кружки. И члены этих кружков не были ни богословами, ни священниками, ни служителями. Они были простыми людьми, которые искали, скажем так, весны в христианстве. Потому что официальная церковь стала формальной, себя и жила. Не просто формальной, гадкой стала просто. И люди это видели, это делалось неприкрыто. Я уже рассказывал вам про некоторых пап, которые даже ни разу не появлялись за свой срок папства в церкви. Не принимали ни разу причастия. Вели себя ужасно. Были папы-убийцы. Были папы-насильники. Там кто-то со своей дочерью спал. Там ужас, что творилось. Конечно же, это не в углу делалось. Конечно же, это становилось достоянием. Еще обрастало какими-то слухами. Народ был в шоке. Кто их и куда ведет. И поэтому они искали вот таких вот лидеров, за которыми можно было следовать. Он такой самый яркий представитель мистицизма того времени. Естественно, пришел в конфликт с официальной церковью. Невозможно было, чтобы такого не было. Его объявили еретиком. Но он умер еще до папского приговора. Неизвестно, чтобы с ним было. Он умер до папского приговора. Хорошо. Интересно, что если мы заканчиваем говорить о схоластике и мистике, скажем так, схоластика стала достоянием больше образованных людей. Средневековье принадлежало им. А мистика больше простонародию. Людям неграмотным. Но, тем не менее, и то, и то можно было использовать. Вот, допустим, францисканцы, доминиканцы, нечесующие ордена. Они больше были мистиками, конечно же. Они больше были мистиками. В то же время очень распространяется в западной церкви культ реликвий. Он и до этого был, мы говорили. Основателем его стала Елена, мать Константина Великого. Но в это время, после крестовых походов, особенно, он набирает огромный размах. Потому что из крестовых походов, что только не привозят. Камни с могилы Христа, кресты, кусочки дерева. Если эти кусочки дерева сложить, будет огромное, просто лесоповал какой-то будет. Кусочки материи Христа, копья, которыми был Христос пронзен и так далее. И вот это, конечно же, очень сильно развивается в католической церкви. В это же время впервые в народе появляется такая тенденция, которая подрывает в дальнейшем папский авторитет, когда некоторые люди начинают открыто провозглашать и считать Папу Антихристом. Вы сегодня знаете, допустим, что движение адвентистов седьмого дня, они конкретно говорят, что Антихрист никто и неной, как Папа. Антихриста, больше никто, да, наместник Иисуса Христа, вместо Иисуса Христа, Анти. Анти, это же и против в греческом, и вместо может быть. То есть Антихрист, он не обязательно будет против Христа открыто, а он постарается занять его место, и это более хитрый ход дьявола. Потому что если он, все, кто открыто против него выступает, они, во-первых, конечно же, теряют расположение христиан, а во-вторых, и людей, которые так или иначе, может разделись в христианской культуре и считают ее приемлемой, сами неверующие, но тем не менее, для них странно слышать, когда кто-то выступает против Христа, да. А Антихрист займет положение вместо Христа. И вот как бы на этом основании они до сих пор считают Папу Антихристом, и это оттуда именно идет. Хорошо, и впервые употребил это слово Папа Антихрист, человек Герард Сигарелла, его звали, Герард Сигарелла. Герард Сигарелла. Он возглавлял тоже такое евангельское движение внутри католичества, апостольские братья они назывались. Небольшое движение, которое также было потоплено в крови, и самого его сожгли на костре. Он впервые открыто заявил Папу Антихрист. Если раньше церковь критиковали, говорили против каких-то вещей, но Папу Антихристом никто не называл. Он был первым. И было время в католической церкви, когда я уже говорил вам про присутствие двух пап, да, и один находился в Риме, другой в Авеньоне. Французский город, он как бы относился к Италии, но тем не менее был французским городом. Это правление двух пап, и это время называют Авеньонским пленением. Почему? Потому что папа, находящийся в Авеньоне, полностью был под властью французского короля, и тот управлял им как марионеткой. Даже было время, когда было избрано три папы. Отвергли и папу, и антипапу, и выбрали третьего, но и те оставались на своих местах. Один раз в истории был такой момент. Конечно же, это нанесло только поражение католической церкви. Сто процентов. Хорошо. В это же время ходят слухи о связи папы римского с дьяволом. Это, конечно же, слухи, но народ их активно поддерживает, что сатана написал папе римскому письмо и благодарил за то, что он исполняет его волю здесь, на этой земле. В этом видно все, конечно же. Чайни народа избавиться от вот этой нечистоты церкви, да, и найти какой-то выход. Нет, не думаю, что дьявол писал такие письма, мистер дьявол, но такие слухи ходили. Хорошо. Многие страны, Франция, Англия, пытаются устроить свои церкви вообще без пап. В то время, как бы, уставшие от папского влияния, многие страны объединяются вообще против папы. И мы об этом потом поговорим, о возникновении англиканской церкви, той же лютеранской уже в ходе этих событий. Это же время, вообще время было ужасное, беспокойное, непонятное, люди не знали, что же будет. И, конечно же, верующие во все времена верили, что они живут в последнее время, и что Христос вот-вот придет. И антихристом был и Нерон, и Наполеон был антихристом, и Сталин с Гитлером, да. Кто-то Горбачева, может, читал там антихриста, да. Ленин, да-да-да. Евросоюз и так далее. Да, говорил уже. И, конечно же, чаяние близкого пришествия Иисуса Христа. И в то время тоже нашлись, были группы людей в католицизме, их называли ангелы суда, которые ходили и провозглашали, что вот должен явиться Христос, вот должен прийти Иисус. Кроме этого, они делали, что они ходили и бичевали себя. Помните, мы уже рассматривали это влияние. Их называли флагеланты. Флагеланты. То есть, переводится как самобичующиеся. Флагеланты. Самобичующиеся. Их спины не заживали, их тела не заживали. Они ходили, как бы вот выражали покаяние за себя, за народ. И призывали народ к покаянию. Что было хорошего, они на самом деле призывали народ к покаянию. Но очень в странной форме. Не думаю, что Господь это одобряет. Мы пришли к такому моменту, да, конец 13 века. Мы видим, что состояние церкви было ужасным. На Востоке было не лучше. И поэтому что-то должно было измениться. Как-то Господь должен был на это ответить. Какой-то гром должен был разразиться. И этим громом стала реформация, которая впоследствии произошла. Она не прошла гладко, 100%. Мы будем говорить об этом. Но тем не менее, оно было важным событием в истории церкви. Но реформация не произошла ниоткуда. Были люди, которые предшествовали реформации. Скажем так, они вспахали почву перед этим. Как Иоанн Креститель перед Христом вспахивал почву, сердец человеческих. Так и были люди, которых можно назвать предтечей реформации. Поэтому напишите такую шапочку под заголовочек. Предтечей реформации. Предтечей реформации. Предтечей реформации. И самым известным человеком предтечей реформации является Джон Уиклиф. Джон Уиклиф. Человек, впервые переведущий Библию в то время на английский язык. Джон Уиклиф. Или Уиклиф. Или Уиклиф. И так и так можете написать. Да, будет правильный оба. Джон Уиклиф. Сегодня есть в Соединенных Штатах институт переводчиков имени Джона Уиклифа. Библейских переводчиков. Лингвистов. Которые ставят перед собой задачу переводить Библию на все известные языки мира. На все основные языки она уже переведена. Но есть группы людей, там допустим народ, 15 человек всего. У них есть свой язык. И вот есть группа верующих, ученых, лингвистов, которые переводят, ставят задачи перевести Библию на их язык. Труднее всего, я уже говорил, да, есть языки тональные. Одно и то же слово сказанное выше-ниже. Вот как здесь перевести. И вот они решают эти задачи. Благословенные люди, слава Богу, дай Бог им сил. Я бы, наверное, не смог. Не усидел бы на месте. Представьте, они изыскивают вот такие вот национальные меньшинства, небольшие народы. Изучают их язык и переводят Библию на их языки. Это благословенно. И их институт назван именем Джона Виклифа в честь того, что он сделал перевод достаточно хороший на английский язык. Тогда, когда Библию переводить по местной языке еще было нельзя. Запрещено было, да. И только вот в 20 веке это было отменено. Хорошо, мы идем на перерыв. После перерыва возвращаемся и говорим. Уже подходим к реформации. Продолжение следует...